Работу служб и ведомств Люберецкого округа в режиме повышенной готовности обсудили в администрации. Заседание оперативного штаба провел глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Несмотря на то, что коронавирус, жизнь продолжается. И задача администрации – эту жизнь и организовывать, и поддерживать. У нас как бы другого выбора нет. Режим всеобщей изоляции внес коррективы в привычный ритм работы ведомств и оперативных служб округа. Так, стражи правопорядка трудятся в усиленном варианте. Помимо постоянного патруля улиц, полицейские решают и рядовые задачи. У нас увеличена плотность снарядов на 25%. Составляем административные протоколы за нарушение. В субботу был выявлен цех, один, который продолжал шить шапки за прошедшую неделю. В межмуниципальное управление Люберецкое поступило 2300 звонков от граждан. По данным сообщениям возбуждены 14 уголовных дел, 13 из них раскрыты по горячим следам. 54 выезда по сигналу тревоги и ликвидации одного возгорания. Такой выдалась неделя у люберецких огнеборцев. Несмотря на наступление пожароопасного периода, у сотрудников гарнизона пожарной охраны работа идет в штатном режиме. Шесть раз выезжали на пал сухой травы. У нас снижение с 50 с прошлой недели, но здесь, наверное, больше погода повлияла. По люберцам пал сухой травы один был в деревне Матюково, один в Красково. Оба были вчера. Мартовский план по ремонту 72 подъездов выполнен в полном объеме. В целях нераспространения инфекции дальнейшие работы приостановлены до особого распоряжения. Зато санитарная обработка подъездов продолжается в усиленном режиме. Семь дней в неделю спиртой и хлоросодержащими растворами обрабатываются все закрытые детские площадки, а также остановки транспорта и другие места общего пользования. Разработан специальный регламент по сбору отходов у находящихся на карантине жителей. Управляющая организация, получив задание из Единой диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства о вывасе ТКО в дневное время суток с 8 до 17.00 принимают меры по безопасной транспортировке ТКО от изолированного лица до ближайшего места накопления ТКО. Все необходимые информации размещены на официальном сайте администрации городского округа Люберцы, на сайтах управляющих компаний и на сайте Единой диспетчерской службы. Все сотрудники сферы здравоохранения округа работают в режиме повышенной готовности. Плановые госпитализации приостановлены, однако усилена работа службы вызова врача на дом. 23 бригады скорой медицинской помощи трудятся круглосуточно. Количество вызовов увеличилось на 10%.